На автогонках в Воронеже едва не погиб белгородский спортсмен. Соревнования на Кубок Черноземья по дрэк-рейсингу проходили на трассе Белый колодец в минувшую субботу. Во время одного из заездов гоночный болид занесло и прокрутило несколько сотен метров. По счастливой случайности никто не пострадал. Это дрэк-рейсинг. Спринтерский заезд по прямой на 402 метра. Поединки в группе Fast Street B наиболее зрелищные. Автомобили с объемом двигателя 4 литра разгоняются до 240 км в час за 11 секунд. В финале сошлись Тимур Бакиров из Воронежа, у него Mitsubishi Lancer и гонщик из Белгорода Руслан Влесько на Toyota MR2. Второй заезд для гостя едва не стал роковым. Сразу после финиша автомобиль потерял управление. Спортсмену все же удалось как-то удержать машину на трассе. Ее не выбросило ни на трибуны, ни на автомобили соперников. Руслан убежден, причина потери контроля – плохо подготовленная трасса. Я попал на масло разлитое, скорее всего. Хотелось бы обратить внимание организаторов, чтобы они тщательнее готовили трассу. Потому что машины с каждым годом все мощнее и мощнее. И трассу нужно хотя бы песок убирать. Однако и никаких масляных пятен или песка на трассе не нашли. Это подтверждают и кадры на видеозаписи. Асфальт совершенно чист. А виной всему, по мнению экспертов, могли стать технические изменения, которые произвел со своим автомобилем сам пилот. Он выбрал такие шины. На передней оси у него стояли простые диагональные дорожные шины. Сзади специальные дрэговые, радиальные, совершенно разные боковые вводы шин. Давление в шинах совершенно разное. И коэффициент сцепления. В итоге у белгородского спортсмена вторая ступенька пьедестала. А 26 июня признается, теперь для него второй день рождения. Алексей Дякин, Евгений Немцев. Обозрение.